Первый класс в новенькой школе. Двойной праздник для детей и родителей. Глава муниципалитета Андрей Иванов открыл торжественную линейку в недавно построенном образовательном учреждении. Жители микрорайона Одинцова-1 этого момента ждали с нетерпением. Мы начинаем новый учебный год и открываем здесь, в микрорайоне Одинцова-1, новую школу на 1160 учеников. Большую, современную, светлую, просторную. Работы было много. И, вероятно, инвестор, группа компаний ПИК и все подрядчики хотели, как некоторые ученики, чтобы сегодня еще было 32 августа, а не 1 сентября. Но в срок уложились и смогли пройти самую строгую комиссию, экспертизу родительской общественности. У нас все получилось. У вас у всех классные руководители. Мы набрали профессиональный коллектив. И нам с вами предстоит очень большая дорога к знаниям. Впереди у ребят учебные дни и все условия для комфортного пребывания детей в школе созданы. В здании 47 кабинетов для занятий, библиотека, столовая, спортивные и актовые залы, группа продленного дня. Вот здесь первых классов в этом здании 4, а если брать весь образовательный кластер, то еще больше. И это отдельная радость, потому что комфортный микрорайон с новыми стандартами жилья, благоустроенный, с одноуровневыми подъездами. И прямо посередине микрорайона такая комфортная школа. В свой первый класс пришел Семен. Вместе с одноклассниками мечтает побывать во всех кабинетах новой школы. Мне нравится, что она такая просторная. Много ребят, подарки такие хорошие. Еще она большая, красивая. Дети и родители довольны. Как отметил руководитель муниципалитета, в округе появился еще один уникальный объект образования. Нет никаких замечаний. Есть только просьбы, дополнения, что-то досносить, что-то сделать чуть больше, масштабнее. Но в целом это, конечно, уникальный объект с огромной территорией, благоустроенный и для прогулок, и для отдыха. Очень большой спортивный объект. Самые современные технологии применены в отделке и в благоустройстве. И за это отдельные слова благодарности группе компании ПИК и всем подрядчикам. Ранее глава отмечал, что в новой школе смогут учиться не только дети из микрорайона Одинцова-1. Планируется приглашать проживающих рядом с учебным заведением юных жителей 8-го микрорайона города, а также поселков Внеисок и Лесной городок. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...